Но начинаем с ноу-хау российских медиков, который сделает высокотехнологичные операции проще и точнее. В Волгоградской области создали и уже заканчивают тестировать экзоскелет для хирургов-эндоскопистов. Изобретение позволяет врачу во время сложнейших многочасовых вмешательств не испытывать чувство усталости. Конструкция принимает на себя излишнюю нагрузку, которая вредит как специалисту, так и его пациенту. Елена Пич познакомилась с первым врачом-киборгом. У хирурга Виктории Сейкиной впереди обычная плановая операция. Но сначала на нее надевают странное подобие рюкзака. В нем она похожа на киборга, гибрид человека и машины. Кажется, теперь ее руками будут двигать эти металлические рычаги. В Волгоградской областной клинической больнице завершается испытание уникального экза, то есть внешнего скелета для хирургов. Я же с ним сроднилась уже. У меня первое требование было для того, чтобы у меня не было ограничений по амплитуде движений. Вика-эндохирург. Специальными манипуляторами она делает операцию через небольшие проколы в теле больного. Все, что происходит внутри, видит только на мониторе, поэтому почти не отрывает от него взгляд. После такого щадящего вмешательства пациент быстро пойдет на поправку. А вот врач выйдет из операционной с болями в спине. Вес рук 14 килограмм у среднестатистического человека. И эти 14 килограмм начинают у нас оказывать влияние на позвоночник. 90% эндохирургов имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Проблема в так называемых статических позах. Неудобных, неестественных, но необходимых для успешного проведения хирургического вмешательства. Мы специально сделали этот стоп-кадр. Попробуйте также с прямой спиной и локтями на уровне груди постоять хотя бы 15 минут. А ведь эндоскопические операции могут длиться до 12 часов. Есть операция, которая длится 3 часа, но когда ты стоишь в операционной, ты стоишь в постоянном напряжении бесконечно, эти 3 часа воспринимаются как 10. И, конечно, уже начинается просто нервная усталость и истощение под конец операции. Хочется уже заплакать. И это тоже бывает. Чтобы помочь коллегам и буквально поддержать руки хирурга во время операции, профессор Александр Воробьев и придумал экзоскелет. Для него и Федора Андрющенко это уже не первый опыт. Еще 4 года назад в Волгоградском медуниверситете сделали механические крылышки для маленькой Илоны. С тех пор десятки детей и взрослых, у которых из-за болезни не получалось самим поднимать руки, теперь могут это делать с помощью экзоскелета. А вот так, как птичка крылышками может. Впрочем, несмотря на внешнее сходство, экзоскелет для хирурга абсолютно другое устройство. Его главная задача снизить нагрузку на позвоночник и предупредить заболевание. Кстати, мы были первыми не врачами, кто примерил изобретение на себя. Ощущение, что спина опирается на спинку очень удобного кресла, а вес рук я вообще практически не чувствую. Такое ощущение, как будто они лежат на полочке. Говорят, что еще можно таким образом удерживать достаточно тяжелый предмет. Ну, у нас что попалось первое под руку – это стул. Вот я бы его, конечно, подняла на эту высоту, но долго держать не смогла. А так я не чувствую его вес совсем. Экзоскелеты – давно любимый атрибут голливудских супергероев. Их возможности ограничивает разве что фантазия режиссера. В жизни устройства используются в армии для переноса тяжести и на некоторых заводских конвейерах. Свои модели регулярно презентуют мировые производители электронной техники. Весят они, правда, 50-70 килограммов, постоянно требуют подзарядки и сервиса, а стоят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов. Заставить работать без электропривода экзоскелет всего весом 3 килограмма смогли пока только сотрудники Волгоградского медуниверситета. Елена Пич, Александр Вахтинский, Дмитрий Орехов, Первый канал, Волгоград.